Честные открыты выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. 9 апреля 2019 года, 14.57 Валерия Маслова, Анастасия Румянцева, Полина Политаева 9 июня в Казахстане состоятся выборы президента. Об этом сообщил глава государства Касим Жамарт Такаев. Он подчеркнул, что власти обеспечат открытые и честные голосования. Пока неизвестно, кто будет баллотироваться на пост президента, это определится по итогам съездов ведущих политических партий. Однако отмечается, что дочь Нурсултана Назарбаева до Рига не планирует выдвигать свою кандидатуру. Эксперты, опрошенные АТИ, полагают, что после выборов Казахстан останется надежным партнером России. Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня. Об этом во вторник сообщил Касым Жамарт Такаев, который был назначен на должность президента после ухода с поста главы государства Нурсултана Назарбаева 20 марта. По словам Такаева, ранее этот вопрос он обсудил с парламентом и премьер-министром страны, а также со своим предшественником. Я советовался по этому вопросу Силбасы, лидером нации. АТИ, Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, консультировался со спикерами обеих палат парламента, с премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий, пояснил Такаев. Глава государства также отметил, что решение о внеочередных выборах было важным и необходимым. Такаев поручился, что голосование пройдет открыто и честно. Как действующий глава государства я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это моя принципиальная позиция, заявил он. По словам президента Казахстана, необходимо подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность внутренней и внешней политики страны. А это можно сделать только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Казахстан – демократическое государство, и президент будет избран согласно воле народа, заключил Такаев. Организация и проведение выборов порученная Центральной избирательной комиссии. Правительство примет необходимые меры для материально-технического и финансового обеспечения. Кандидаты в президенты. Пока неизвестно, кто будет баллотироваться на пост президента Казахстана. Пресс-секретарь нынешнего главы государства Берек Курман Гали заявил, что решение о возможном участии Касим Жамарта Такаева в выборах будут принимать политические партии страны. В соответствии с Конституционным законом о выборах в Республике Казахстан право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, включая политические партии. В этой связи участие в президентской кампании в качестве кандидата будет приниматься с учетом решения высшего органа, съезда, республиканских общественных объединений, политических партий, приводит слова Курман Галита со ссылкой на Казинформ. Отмечается, что дочь первого президента Республики Дорига Назарбаева, которая занимает должность спикера Сената Парламента Казахстана, не намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Напомним, Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства 19 марта. На следующий день Касым Жамар Такаев вступил в должность президента, срок его полномочия истекает в 2020 году. Новые подходы, практики и приоритеты По оценке эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутеро, за сменой руководства страны, безусловно, последуют изменения и в политике государства. Новый человек – это новые подходы, практики и приоритеты, отметил Брутер в беседе S.R.T. При этом эксперт не исключил, что новый президент сохранит вектор отношений с зарубежными партнерами, заданный Назарбаевым. По его мнению, в целом стратегия отношений, вполне возможно, не изменится. Казахстан – достаточно сложная страна, и здесь необходимо очень много учитывать, чтобы отношения были ровными и перспективными. Пока они все время развивались достаточно позитивно, заключил эксперт. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что Казахстан останется надежным партнером Москвы. Принципиальных изменений не произойдет. И Такаев, и Назарбаев подчеркивали, что стратегический союз Казахстана и России был и будет сохраняться в дальнейшем. А казахские элиты рассматривают участие республики в Евразийском экономическом союзе, в Таможенном союзе и в ОДКБ как важный элемент построения современного Казахстана, пояснил эксперт в разговоре с АТИ, также по теме. Преемственность поколений. Каково значение первого визита в Россию нового президента Казахстана? Новый президент Казахстана Касым Жамар Такаев 3 апреля совершит свой первый зарубежный визит. Он прибудет в Москву и проведет. Кроме того, по его словам, республика стремится играть более самостоятельную роль на международной арене, выстраивать крепкие отношения и в тюркском мире, и с китайскими партнерами. Нынешний президент Такаев долгое время пробыл в Китае и во многом готов поддерживать более широкое сотрудничество именно в восточном направлении. Многовекторность позиций Казахстана будет усиливаться. Как базовый элемент сотрудничества России и Казахстана сохранится, революционных изменений не предвидится, подчеркнул Солонников. 3 апреля Такаев приезжал в Россию с первым официальным визитом. Президент России Владимир Путин тогда отметил вклад Касым-Жамарта Такаева в развитие двусторонних отношений. «Вы в курсе уровня наших отношений, вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном». «Конечно, это прежде всего заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли», — подчеркнул Путин. «Конечно, это прежде всего,